Спасибо большое. Глубоко уважаемый председатель, уважаемые коллеги, я рад быть с вами сегодня и говорить на столь важную тему, который, на мой взгляд, является психосоматической проблемой. Аудитория эта столь высокая, что я хотел бы сразу говорить о том, что я не претендую в данном докладе никоим образом на большую научность. Мне хотелось бы сейчас поделиться результатами практического опыта работы в Гешталь-Подходе с клиентами и пациентами психосоматического профиля. И данный доклад родился во время проведения обучающего семинара в Тюмени, где есть филиал Мастер-Европейского Гешталь-Института. Мы работаем там уже давно и меня попросили подготовить очередную группу по психосоматическому расстройству на работе с психосоматическими клиентами. И вместо того, чтобы выполнить стандарт Гешталь-Подход в работе с психосоматикой, я задался вопросом, а что на самом деле в сегодняшней моей практике я вижу как ключевые моменты, помогающие моим клиентам и пациентам. То есть переоформил опыт, попытавшись уйти от некоторых стандартов, а изложить тему, что я отбираюсь в последней работе. Я работаю примерно на настоящий момент 20 лет и неделя рабочая моя, это не менее 30 часов индивидуальной работы с клиентами пациента амбулаторного профиля, из которых около 20-40% представляют собой люди с всевозможными психосоматическими расстройствами, к которым в первую очередь относятся соматофорные расстройства, кодирующиеся СС-45. Панические атаки, так называемые, коллеги, надеюсь, вы понимаете, что сейчас о панических атаках наши клиенты и пациенты рассуждают чуть ли не смелее, чем мы с вами и с таким диагнозом, ко мне приходят люди, говорят, вот направили к вам у меня панические атаки, и рассказывают много информации с форумов, подчеркнутые, а там можно всего услышать. Но в основном, я бы говорил не о фобических атаках, но о тех, которые сопровождаются развернутыми вегетативными симптомами, то есть имеющие широкую представленность телесных симптомов. Мигрени, эссоциальная гипертензия, бронхиты с асматическим компонентом, язвенная болезнь, это вот тот спектр, если угодно, психосоматической патологии. Всем известно, что каждый год перечень психосоматических расстройств растет, признанных. Это то, с чем мне приходится встречаться. И очень приятно было слышать доклад сейчас Дмитрия Викторовича о mindfulness. И приятно с той точки зрения, что мне кажется, сейчас, через 10 лет после того, как мы начали говорить о интеграции психотерапевтических подходов, ярость нашей дискуссии резко снизилась, а результаты налицо. Мы больше, похоже, не нуждаемся в том, чтобы спорить, а зато мы видим реальные события, заключающиеся в том, что действенные методы и подходы, а на самом-то деле, конечно же, специалисты, которые исповедуют ту или иную школу в психотерапии, сближаются по техникам, тактикам и пониманию того, что необходимо делать для людей. И об этом тоже следовало бы говорить отдельно. Мы с Дмитрием Викторовичем говорили о том, что было бы разумно провести круглый стол о awareness, mindfulness, саторе, в общем, о том, о чем шла речь, о осознанности, как бы мы ее ни называли, как одном из ключей к работе с психосоматическим случаем, дабы поговорить о том, что же делать человеку, который решил почему-то, что я буду психотерапевтом, и значит, я буду сидеть где-то в кабинете и встречать людей со всевозможной болью. И часто таких людей, которых отправили ко мне врачи общей практики, терапевты, интернисты, со словами «Вы, наверное, здоровы, Ванг Павлов». Это то, как направляют ко мне людей. Пожалуйста, не мучайте нас больше. Это честные интернисты, так говорят. Мы вам помочь ничем не можем. А представьте себе, как страшно это услышать. Человеку, который пришел с уверенностью, что он умрет от какого-то сердечно-сосудистого заболевания, а доктора им лучше, о которых человек смог найти, говорят, мы вам помочь ничем не можем, и идите к психиатру, если не очень повезло, и к психотерапевту, если больше повезло. Ну, так люди воспринимают, потому что, ну, понятное дело, отправить человека к психиатру, это до сих пор немножко напугать нашей реальности. Так вот, я разработал семинар, который назвал в Тюмени 7 ключей к психосоматическому случаю. И я говорил о том, что, в общем, я делаю, и что, на мой взгляд, помогает клиентам, чтобы им стало лучше. И вообще, как понимать, что лучше. Начнем с того, что если мы говорим о не слишком глубоком уровне патологических изменений, а именно таковым является большая часть амбулаторных психосоматических расстройств, когда действительно интернист действительно не находит на органном уровне никаких серьезных поводов, чтобы начать свою работу. Хирургу делать нечего, терапевты, врачи общей практики тоже разводят руками, а человек страдает. Вот подобных состояний из тех 30-50 процентов, а ведь вы, коллеги, я уверен, наверняка знаете, что по современной статистике от 30, не менее 30, до 50 процентов пациентов, которые обращаются к терапевтам, в той или иной мере могут быть идентифицированы как психосоматические пациенты. Это разными специалистами показано. Это огромные цифры. Просто вопрос заключается в том, как работать с этими случаями. Так вот, человек страдает, человеку крайне плохо, и у него существуют различные пренеприятнейшие состояния. И первый рефлекс, безусловно, это мне необходимо избавиться от симптомов. В моей практике очень часто, я не имею статистики, повторюсь, этот доклад не носит характер претензий на научность, это обобщение опыта, но в подавляющей большинстве случаев совершенно иное отношение к симптому является продуктивным в моем подходе. И здесь я тоже наверняка не скажу ничего слишком нового для коллег. К симптому я предлагаю моим уважаемым клиентам и пациентам относиться к подсказчикам, проводникам, сигналам организма по поводу некоторого неблагополучия, которое сложилось в широкой ситуации жизни клиента. Это кажется простая мысль, но когда к вам приходит глубоко страдающий человек, который готов тратить усилия, средства, обездвижен, он не может ходить на работу, он не может летать в командировке, он боится отойти дальше, чем 40 метров от своего автомобиля, его тело страдает непонятным образом, сегодня у него была мигрень, завтра у него расстройство кишечника, послезавтра у него были бои в работе сердца, субъективно воспринимаемые. И, конечно же, все это не дает ему вести тот способ жизни, который он ведет, то первое автоматическое желание и стремление человека избавиться от этих всех пренеприятнейших состояний и вернуться к характеру жизни, который он вел до расстройства. Я же обычно на одной из первых сессий, чаще на первой, обсуждаю с моими клиентами. Здесь, конечно же, экспертиза важна. Когда я видел много-много разных людей, я примерно могу оценить степень тяжести. И, конечно же, тяжелым соматическим пациентам я таких слов не говорю. Однако, если я вижу, что ситуация жизни клиента, а мы о ситуациях поговорим чуть позже, я сделаю несколько примеров, такова, в которой могут крыться причины подобного расстройства, то я говорю примерно следующее. Знаете ли, похоже, что через некоторое время вы будете благодарить жизнь за то, что у вас есть такое состояние предприятийшее, как сейчас. Сейчас вы вряд ли сможете в полной мере оценить верность моих слов, но такое говорили много раз мои клиенты. И это повод обратить внимание на способы вашей жизни. Вероятно, вам придется перестроить определенным образом свою жизнь. Возможно, у вас поменяется круг знакомых, может быть, вам придется поменять работу, может быть, в семье вашей произойдут какие-то изменения, как минимум, в отношениях. И я просто лишь хочу сообщить вам о тех разговорах, которые происходят в начале работы. Так вот, первым ключом, если говорить о ключах к работе, являются для меня чувства моих уважаемых клиентов и пациентов. И это, если угодно, дополняет доклад Дмитрия Викторовича, который посвящен вот этому светлому разуму и сопровождению бесстрастным вниманием происходящих процессов жизни. И мы в Гештайте Эвенес говорим с 50-х годов прошлого века и опыты с медленным контактированием с принимаемой пищей. Это классика гештальтийских экспериментов. Очень приятно, что коллеги присоединяются последовательно к нам в этой практике. Мы в этом живем. То есть мы считаем, что осознанное проживание жизни это ключ к многим важнейшим ответам. И только в дополнение к осознаванию когнитивного свойства, что мы очень сильно ценим. Я люблю умных людей, с ними интересно, с ними приятно. Но если человек не слишком умный, ну если, как ведь это померить, правда? Мы вроде бы умеем интеллект померить, но умные ли те интеллектуальные люди, которые завели наш мир в такую ситуацию, в которой мы сейчас его обнаруживаем? Они очень могущественные. У нас есть масса смертоносного оружия накоплено. И вроде бы люди очень интеллектуальные. Однако назвать их умными мне не всегда удается так легко. Поэтому ум – это такая придумка специфическая. И я хотел бы поднять голос в пользу чувств. Потому что чувства не врут. Мысли часто обманывают человека. С помощью мыслей человек обманывает сам себя разными совершенно способами. Придуманные, или даже не придуманные, а проглоченные в детстве идеи часто управляют нашей жизнью до старости. И если не удалось расшифровать этот ребус и заметить, что это не моя мысль, можно выполнять совершенно не свой сценарий, что имеет довольно страшные, на мой взгляд, плоды. А чувства не будут, потому что человек – это такое животное социальное. И если в ситуации есть нечто, что угрожает жизни, то человек реагирует страхом. И это можно не понимать. И об этом можно не знать. И огромные результаты имеет наша цивилизация в том, чтобы не поддерживать людей в знании языка тела и в знании своих чувств. И мы помогаем нашим уважаемым клиентам и пациентам разбираться в том, что же происходит в определении. Потому что мысли – это не командиры. Мысли – это обслуживающий персонал, которые помогают потребностям организма воплотиться. Если вы думаете иначе, я был бы рад подискутировать, но едва ли сегодня это возможно. Просто по времени. В любом случае, даже если не противопоставлять, то, по крайней мере, позиционировать ценность чувств как лучшего маркера неудовлетворённых потребностей. Ну, не правда ли мы знаем о том, получили ли мы то, что нам важно или нет, в первую очередь по ощущениям тела, по чувствам, скорее, нежели по каким-то логическим выводам. Так вот, в ряду уважаемых психосоматических моих клиентов, в первую очередь тех, которые страдают психосоматическими расстройствами, связанными с паническими атаками и вегетативными, миноциркуляторной дистонии, вегетистососудистой, всё, что вот так называется, это очень часто логичные люди, которые живут, как вот эти замечательные, я забыл, как называется эта практика, вот эти, которые скрючены. Сейчас я посмотрю. Нет, не найти мне этого слова. Тайпусан. Вот, Тайпусан. Вот у нас очень много людей Тайпусан. Только они ничего крюча в себя не втыкают, они просто живут без крючев, так, как будто это Тайпусан, новый год, не в тот в один месяц. Вот вы смеётесь. Вы же знаете таких, правда? Которые просто тащат эти крюча, нематериальные, но мучительную совершенно жизнь, непонятно для кого построены таким образом, страдают, мучатся и не гадятся. Вот люди Тайпусан, они потому могут так долго тащить свои ключи, что они не знают о своих чувствах. Если эти люди занырнут в свои чувства, они перестанут мочь, дальше тянуть такие ключи. И это страшный путь к освобождению. Страшный, потому что изменения всегда страшают человека. Ну, в общем, любого человека. И это отдельная тоже большая история. В любом случае мы занимаемся педагогикой чувственного восприятия. Второй ключ – это паттерн. Это очень просто, может делать любой человек. Мы наблюдаем, что повторяющегося в поведении человека. Вы знаете, что гештальт – это терапия здесь и сейчас. Мы верим в то, что макропроцесс повторяет себя в микропроцессах. Человек как живет дома и что несет в его жизнь, что составляет основу способа жить дома, от чего и чем он страдает. Также человек проявляет себя и в контакте, особенно в таком специальном контакте, каковым является назначенным специфическим значением посещение психотерапевтов. Человек приходит с надеждами, ожиданиями. Это не просто доктор, непонятно, какой-то терапевт. Поможет, не поможет, что-то выпишет, бурчит, сидит, пишет. Это психотерапевт. Вообще, бог ведь что. Непонятно, будет ли нужно раздеваться, высунуть язык и будет ли что-то конкретное. Обычно все эти ожидания обмануты. Сидит существо, слушает, даже ничего особо не пишет. То есть непонятно, откуда ожидать помощи. И человек в этой ситуации довольно специфической проявляется специальным образом. И в паттернах поведения мы ухватываем процесс. То, как человек живет. И в этом процессе жизни мы ищем основы неудовлетворенности определенных потребностей. Потому что гештальт – это работа с потребностями. Ну, например, очень известная история. У наших психозоматических клиентов очень часто существуют различные формы, так называемой, алекситимии. И всевозможные формы отторжения от собственного опыта. Они не проживают собственный опыт, десенситизируются, обесчувствуются. Для того, чтобы можно было дольше праздновать вот этот известный нам теперь праздник Тайту-Сан. Чтобы мучаться дольше, нужно обесчувствоваться. А чтобы обесчувствоваться, например, нужно говорить на языке «ты». Психозоматические пациенты с завидной регулярностью говорят на языке «ты». То есть, когда они описывают свои состояния, особенно мучительные, например, когда приходит то, что они называют панической атакой, они немедленно переходят с языка «я». «Вот я еду за рулем, и тут я понимаю, что переезд закрыт, а я стою в центральном, среднем ряду, и мне даже через двойную сплошную налево повернуть, и тут ты чувствуешь, что руки похолодели, и у тебя мутнеет в глазах, и ты начинаешь искать глазами скоп. Я говорю, послушайте, я такое давно не испытывал. Если вы рассказываете о себе, говорите, пожалуйста, и «да-да-да, конечно». И вот я чувствую, что руки похолодели, и тут ты понимаешь, что зачем я поехал этой дорогой. И ты начинаешь думать, надо было встать в правый ряд, и тогда хотя бы можно было повернуть, и тут ты видишь, что скорая помощь подъехала наконец-то, и ты выходишь, оставляешь машину. Я говорю, и вот такая история. Таким образом, моя работа, по сути, прерывать прерывание, как мы говорим. Я обращаю внимание клиента на подобный эффект, и потихонечку человек переучивается замечать свои состояния. С уважением мы это делаем, потому что человек не случайно научился такого. Это способ выжить в эмоционально, порой трудновыносимой ситуации. И об этом тоже идет речь, и мы не проживаем подобное состояние. Следующий пункт, третий ключ, это чистый тайпусан. Я не думал, что буду говорить об этом замечательном празднике сегодня так много. Но это непрямота и терпение. Непрямота и терпение. Мои психосоматические клиенты, это чемпионы по терпению. Недавно ко мне пришел абсолютный чемпион. Он терпел 12 лет. Это мальчик из неполной семьи, который жил с хулиганами в детстве, страдал. Его родители имели плохие отношения, переживал. И он в какой-то момент решил, что он станет могущественным. И он начал бизнес. И он совсем не знал, как делать бизнес. И он страдал, потому что он не очень общительный мальчик. Но он поставил себе абсолютно конкретные задачи в цифрах, которых нужно было достичь. И он эти задачи достиг за 12 лет. За 12 лет Тайпусама, его жизнь изменилась до неузнаваемости. Его уже отказались лечить врачи. А он был совершенно здоров. Но это совсем не смешно, хотя звучит как будто бы забавно. И вот он напрягался и терпел. На языке не штат подходит, называется ретрофлексия, десенситизация и дефлексия. Эти люди часто шутят не смешнее шутки о себе. У них такое специфическое чувство юмора. И они улыбаются, говоря о совершенно невносимых опытах своей жизни. И тогда все это непрожитое, непроживаемое, неконтактное, эмоциональное, связанное с невдовлетворенными потребностями, уходит на уровень тела. Я сравниваю психосоматические расстройства с вот этим, как это называется, в поездах, которые срывают стоп-крам. Стоп-крам. Когда человек не слышит шепот тела, когда человек не слышит крик тела, тело срывает стоп-крам. Дальше жить таким способом нельзя. Я не думаю, что это слишком далекая метафора. Следующий ключ номер четыре – это ощущение и тело. Я об этом уже много говорил. Тайпусам весть про тело. Когда тело болит, это про тело. А в теле живут эмоции. А эмоции, они про потребности. Соответственно, обучая наших клиентов вниманию к телесным феноменам, мы обучаем их тому, как обходиться с чувствами, экологией чувств. У меня был один такой клиент, который пришел, да, через клинику, в больницу. Он пришел и сказал, я подам в суд на вашу клинику. Я консультирую в большой клинике. Он сказал, я подам в суд, потому что вы не даете мне… Вы не госпитализировали меня. Он пришел ложиться в больницу, в психиатрию. Но я сказал ему, вам не нужно в больнице. Это не вы сумасшедшие. Это жизнь, которую вы ведете, сумасшедшая. Он сказал, вы шарлота. Сейчас же давайте позовем ваших старших руководителей. Мы сейчас работаем с этим человеком уже, наверное, это в седьмой или восьмой год сотрудничества. Сейчас она очень редкая. Примерно раз в два месяца, один час мы разговариваем о том, как идут дела. Поначалу это была интенсивная работа. Человек просто так из интенсивной работы не хочет идти в больницу. Он хочет быть успешным дальше. Надеюсь, это понятно. И он рассказывает о том, как он учился коммуницировать. И он сказал, что очень много важного в том, что мы делаем вместе, Константин. Но важнее всего то, что во время общения с людьми я стал обращать внимание на ощущения в животе. Они не врут. Они подсказывают мне, что необходимо сделать в следующий момент. И это очень рациональный человек, очень умный человек, который до знакомства с подходом вообще не придавал значения телу. Я думаю, вы встретите людей, которые вовсе не придают значения телу и ощущениям и считают, что это полный бред и чекуха. Может быть, стоит им об этом подумать. Следующая история. Вот Дмитрий Викторович, я сегодня буду, как это называется, цитировать много раз, и мне это приятно. Принятие – это не поражение, говорят авторитетные специалисты из когнитивного поединечного права. Конечно же, не поражение. Парадоксальная теория изменений Армута Бейсера, 1970 год, это основа работы специалистов в гештальпоходе. Гласит, что только лишь изменение возможно тогда, когда человек принимает всю полноту того, что происходит в настоящий момент в жизни этого человека. То есть, принятие – это не поражение, это единственный шанс победы, на самом деле. Это, конечно, парадоксальная теория, потому что все наши пациенты хотят измениться. Так вот, строгое исследование – ключ номер пять. Строгое исследование принципом парадоксальной теории изменений – это ключ не преодолеваем симптом, но изучаем. Это то, что я делаю каждый день. Я не избавляю. Я говорю, уважаемый пациент, клиент, если вы верите в то, что симптом отвалится как побочный эффект терапии, вам ко мне. Но я никогда не работаю с симптомцентрированным. Достигать избавления от симптома – это совсем не моя работа. Я предлагаю изучать значение симптома в жизни клиента для того, чтобы жизнь могла измениться. Но об этом нужно долго говорить, и долго говорить нам не получится сегодня. Ключ номер шесть. Решение находится не в самом клиенте, но в системе клиента. Это важно. Сугубо индивидуалистический подход, если вы придерживаетесь представления о том, что клиент несет в себе решение своих проблем, то мы с вами симптомы и очень часто проявляются в семейной системе или более широкой системе. И человек в данном случае часто является так называемым идентифицированным пациентом. Сколь часто работа производится с семейной системой и с рабочей системой человека – это почти всегда. То есть человек – это просто который пришел. Это слабое звено в системе. А решения часто принадлежат всей системе. Вся система должна перестроиться. Но об этом тоже системные терапии говорят. Системные в хорошем смысле слова. Я не буду вдаваться в это. Сейчас много. Есть системные, системные. Есть феноменология и феноменология. Это, к сожалению, не вопрос для столь короткого доклада, как у меня сегодня посчастливилось делать для вас. Так вот, в любом случае, хотя бы такой тезис, что заниматься ситуацией в системе клиента очень важно. Потому что решение чаще всего лежит в отношении, в взаимодействии с людьми. У меня сейчас в терапии есть 29-летняя женщина молодая, которая пришла с большой потерей массы тела, совершенно обессиленное, остено-депрессивное состояние, расстройство питания, булимия и панические, вегетно-сосудистые состояния. Врачи сбились с ног, не могли поставить меняемого диагноза. Потому что, простите, коллеги, но иногда мы ставим идиосинкразический и удовлетворяемся этим. Хотя все знают, что это просто напишет. Я не знаю, что это. Это нечто. Давайте быть честными, на мой взгляд, это именно так. И слава богу, что люди знают, куда направить и что можно делать. И, конечно же, девушка очень понятный случай с точки зрения психотерапии. Она очень благодарна родителям, которые сделали очень много для нее, очень много в материальном смысле, сделали все. Но тогда получилось, что у нее нет своей самостоятельной жизни совсем. И она уже не умеет принимать решения и отстоять эти решения. И она чувствует вину перед родителями за то, что она болеет, а тело ее хочет чего-то такого, чего не может хотеть ее родители. Тем более, не могут сделать ее счастливой. Они обучились ей на экономическом факультете. Она никогда не хотела на экономический факультет. И подобных решений она реализовала за родителей. И очень много. Сейчас субъектность потихонечку нарастает. Она немножечко начинает ругаться с мамой. Портится отношение в семейной системе. Мы все очень этому рады. Мама тоже рада. Я знаю, она это не любит, но она продолжает поддерживать дочь. У нее ко мне пока плохое отношение, но я жду цепей. Заключительный седьмой ключ. Это демистификация и оптимизм терапевта. Вот два момента. Сейчас у нас такое сложное время. Санкции, вы знаете, такое предвоенная ситуация. Не дай бог войны. И быть образованным становится не так модно. Это очень плохая и опасная тенденция. Мракобесие в разных формах процветает. Моего уважаемого учителя Чарльза Дарвина, уже некоторые люди культуры Ксении Собчак называют всякими недостойными словами. В общем, я, к сожалению, вынужден констатировать, что мы с вами, коллеги, являемся современниками очень опасных тенденций. Знание не столь очевидно сила сейчас. По крайней мере, нам уж следует, мне кажется, держаться за эти основы. Так вот, мистификации расцветают на почве санкций и предвоенных состояний. И вы знаете, сколь успешными являются всевозможные колдуны, костоправы, ясновидцы в смутное время. И случай, который здесь я хотел привести, это будет заключительная часть моего доклада, называется Маша и Ошо. Маша, это моя клиентка, а Ошо, это какой-то человек, который, похоже, из него сыплется пепел. Там есть человек, который велик тем, все говорят мне, клиенты, пациенты, что он велик, потому что он может сыпать из себя пепел. Или это какой-то другой человек. Леонид Леонидович Титяк, которого сегодня здесь нет, говорит, что от него чартерами мы возят душевных больных. Ну, я не знаю. Но, в общем, Маша поверила в эту Ошо. И еще одна сказала, что у нее есть авторитет Хей, Луиза Хей. Вы слышали? Вот это то, что Маша исповедовала. Маша сделалась очень скверно. Она занималась аффирмациями. Она говорила себе, вот что-то такое. Мне хорошо, мне очень хорошо, мне нужно излучать свет из себя. Но излучала она из себя совсем другие, в общем, эманации. И нам пришлось с оптимизмом пройти трудные события в жизни Маши. И не отвергать тяжесть в ее состоянии, но занырнуть в это состояние, его осознавать. И мы использовали эвенес или майндфулнесс, это не суть важна. Но принимали жизнь, как она есть, со всеми ее вызовами. Они старались спрятаться. Мистические всевозможные практики, которых сейчас полным-полно в нашем обществе. Это всевозможные способы ухода от сложности жизни человека. Я неоднозначно негативно отношусь к таким способам. Иногда у человека нет выбора. И нужен только морфин, если уж совсем дела плохи. Но в большинстве случаев не только морфин и не только ОШа могут помочь. Но и хорошая профессиональная психотерапия психосоматических расстройств. Вот от чего я всем нам с вами и желаю обучиться. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за возможность. Вопросов, я надеюсь, нет. Спасибо. 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 Спасибо.